поместите под домашний арест и все он там будет находиться и соответственно достаточно безопасен как бы для власти да и нет вот этого ореола мученика нет сделали по тупому все это меня того только за что я не понимаю я же за путина я же за путина и вот кричал там все это временно а власть не власть за кого все было запланировано четко для того чтобы минимизировать выход людей на улице евгений хотел бы с тобой сегодня обсудить вот это вот судилище по-другому его наверное все таки сложно назвать надо называть вещи своими именами вот это было судилище вот отправили алексея на 2 и 8 я так понимаю хотелось бы услышать твое мнение все-таки о действиях властях о тех репрессиях которые я знаю что тебя задержали на последней акции и сегодня в метро тебя опять остановили вот чем это связано как действует власть насколько адекватно сужно давай судилище начнем ну конечно но никакого отношения к законности не имела это было понятно в общем то самого начала хотя бы не маленькая надежда была так что это неадекватно же его под стражи держать выделать из навального мученика таким образом зачем вам это с точки зрения здравого смысла нужно поместите под домашний арест и все он там будет находиться и соответственно достаточно безопасен как бы для власти да и нет вот этого ореола мученика не тут сделали по тупому все даже с точки зрения разума я не понимаю это вот какой-то инстинкт страха только этим наверное объясняется что касается самого судилища посмотрим что было до того поменяли судью поменяли суд поменяли председателя симоновского суда он ушел в отставку то чем говорит том что судья и председатель суда были не согласны с заказным решением то есть видно сопротивление было их убрали поставили ту которая согласилась это решение вынести и отправили в мозгур суд почему в мозгур суд якобы из-за того что много заказа пресс ничего подобного просто в симоновский суд находится между метро пролетарской и автозаводской если его перекрывать этот ну блин весь центр получается на перекрывать а перекрыть мозгур суд получается намного проще потому что там одна станция преображенская площадь и она не центровая поэтому туда и перенесли вот единственное как бы обоснование то же самое они взяли на 20 часов перенесли оглашение решения ночью не было написано что было написано а перенесли для того чтобы люди уже разъехались по домам с работы уже все поужинали чтобы никуда не хотелось ехать дальше максимально оттянуть да вот то есть все было запланировано четко для того чтобы минимизировать выход людей на улице и я сам вот на суде не был но был в городе там по задержанным тоже ездил соответственно много очень много было полиции автозаков в центре на пушкинской там по другим переулкам но перекрытие было опять такой же то есть опять не выйдешь нигде вот никуда не пройдешь вот то есть они готовились и вот все эти мероприятия были направлены не на осуществление права судья а на подготовку и гашение возможного протеста жителей соответственно я уверен что это прямо сейчас наверное да им это удалось надо признать навальному навальный не смог стать общей объединяющей фигурой но она наверное понятно с учетом его скажем так репутации потому что он не только как политзаключенный до сейчас он в глазах многих агент госдепа и там правда это неправда мы сейчас не этого не касаемся да мы говорим о некоторой части общества которая так считает это которая кушает пропаганду который смотрит телевизор да то есть как бы эти люди ну и в каких-то моментах он все-таки вел себя не совсем правильно ну некрасиво наверно обсуждать когда человек находится там ну дал повод особенно вот это когда они высказался ветерана когда не совсем красиво там то есть дал повод в общем вот этим пропаганде раздуть все это дело поэтому он не смог вот на данный мест эти объединяющей фигурой должен какой-то быть более объединяющий фактор что вывести больше людей на улице это что-то будет ну вот сейчас напрашивается наверное выборы то есть если вот так вот разложить то есть что сделал алексей сейчас достаточно большой мы знаем огромное даже по москве огромное количество проблем где граждане не могут собраться не могут высказаться власть их не слышит алексей открыл окно возможностей он открыл возможность людям просто выйти и высказать именно свои свои какие-то требования свои политические свои экономические требования а следующие то есть алексей же в своем расследовании вот по дворец он же так и сказал что то есть как бы нам нужно готовиться к выборам и что выборы будут именно той точкой которая наверное все-таки и выведет то огромное количество людей как объединить этих людей и все-таки про репрессии все-таки про репрессии власти насколько адекватно было насколько было применение силы адекватно как москве к так и на и вот эти вот ну то что сейчас они делают то что они сейчас выискивают людей по камерам распознавания лиц то есть я так понимаю что это неадекватно было долго и будут играть они совершенно неадекватно вот если вы посмотрите видео моего задержания там да я пришел на сухаревскую посмотреть что там происходит там были только автозаки с полицией и пресса вообще больше людей не в этом с десяток там пара десятков людей все то есть пустота была ну естественно журналистов сколько никого нет меня не увидели но движуха какая-то нужна подошли вот стали какие-то вопросы мне задавать немножко собрались вокруг меня я им что-то говорю они подбегает росгвардия хватает меня во время этого интервью и уводит им ладно меня хватает моего помощника хватает который вообще ни слова не говорил один стоял что такое вообще вы чё делаете то зачем это нужно но потом видимо очнулись они когда я в автозаки ехал уже в северное тушино нас везли закричали ступен есть но есть и вот прям остановили по ходу движения на улице свободы и выпустили то же самое было кстати шевченко в казани да я думаю это из-за того что они боятся что если арестовать более или менее каких-то узнаваемых людей среди левой оппозиции то вообще левый присоединяться к протесту тогда да если вот постоянно коммунистических депутатов арестовывать ну ты этого и добьешься думаю этого испугались и поэтому выпустили меня и шевченко ну остальных повезли а потом поехал сам в это северное тушино там люди они ну кто-то просто стоял то есть не по одному нет что он реально что то творил дома не получится ничего творить там настолько папа бывает количество митингующих пропорциональной полиции то есть вот это тоже там были тысяча полицейских и пять граждан и реально вот так все ограждено там реально ты ничего вообще не сделаешь и здесь там в чем еще смысл то был все рапорта все объяснения полиция потом материал это все эти изучал в суде был они все абсолютно шаблонны выкрикивал лозунги путин вор потом мешал движению транспорта движению пешеходов и обеспечению инфраструктуры жилой инфраструктуры в чем мешал каким пешеходам какого транспорта когда все на тротуаре было то есть абсолютный бред но судья не слышат судья все под копирку выносит 15 суток максимально это статья 20.2 часть 6.1 15 суток максимальное наказание вот он 7 15 15 15 только больным кто там справками мог подтвердить состояние здоровья тем скидку делали там либо 10 суток либо штраф все а всем остальным максимальное 15 суток самое интересное один из них был путинист вот его также в автозак посадили и он как бы всех остальных там ругал да что вы революционеры чего мне живется чего вам жрать нечего что ли такой выпивший был это меня-то вот только за что я не понимаю я же за путина я же за путина и вот кричал там все это временно а власть власть за кого за путина все ты попался под руку полицейскому ты виноват политически ты не политически наркоту тебе легко подбросит я просто как адвокат могу говорить о том что наркоту совсем обычно не на митингах подбрасывают это вот тогда редкий случай когда именно на митинге это схватили обычно этот молодой шпане какой-то вот ребята слоняются по этим на их там вы выпившими взяли где-то и подкинули наркотик и все а он выпивший он там не сильно что соображает это почти любого можно в том числе и из вполне там респектабельных семей где дети также гуляют по улицам также там с девчонками пиво пьют все им подбрасывают это абсолютно нормально к сожалению в нашей полицейской практике и если кто-то думает вот я за путина меня-то на митинге не хожу меня-то не коснется коснется полицейский беспредел коснется каждого если там не вас ваших друзей ваших не дай бог конечно там родственников там еще кого-то да но она везде это система жизни такая сейчас на этих митингах когда они поняли что можно все можно бабушку пинать в живот она падает головой ударяется ты извинился этот ломать хризонтем принес все и и тебе все с рук сошло но естественно тогда это будет дальше в отношении также бабушек и продолжаться евгений последний вопрос дело в том что любая драматургия подразумевает под собой развитие в санкт-петербурге мы видели как полиция наставляла оружие на протестующих это уже был пистолет а дело в том что государственной думе приняли законопроект путин его подписал о возможности применения теперь этим сотрудникам пистолета и ему теперь за это ничего не будет вот этого страшно что пистолет уже появился и видимо скоро они пойдут на это стрелять да и он не просто появился он руководство гвд санкт-петербурга уже одобрила действия этого полицейского что они были адекватной ситуации и что никакого превышения полномочий его действиях не было это сигнал полицейским ребят вам можно стрелять то есть пока не стрелять но доставать можно но если все начнут доставать или хотя бы не все ну там какие-то единицы наиболее таких оголтелых да ну кто-то из них выстрелить естественно но правило такой достал стреляй и будут жертвы но говорю я не думаю что это будет в ближайшее время видно что протест сейчас прямо идет на спад потому что ну возвращаемся к началу разговора у алексея наверное алексея навального нет возможности стать общеобъединяющим человеком но будут выборы и то что всех объединить точно это против единой россии и когда начнут не допускать одного за других независимых кандидатов кпрф уже на треть обрезали присутствие в тиках в москве на 3 то есть это путь к фальсификациям выборов если опять же кто-то в системной оппозиции я среди коммунистов встречают такую точку зрения думаю но это вот их либералов а мы так как бы вроде во власти там мы-то вот системная оппозиция ничего подобного ничего подобного также все вот это будет то есть уже убрали из тиков коммунистов и наиболее те кто медийные коммунисты их просто не допустят к выборам кто реально сможет победить провластных кандидатов они просто не будут допущены либо на ранней стадии угрозами там в адрес руководства партии либо непосредственно с нетем как это в мосгордуме было там с обушаевым еще с сукасовым которые шли на победы в своих округах их сняли также здесь будет репрессии коснуться всех и левых и правых это надо помнить и ключевая задача на следующий выбор это против единой россии это против единой россии Продолжение следует...